И здравствуй, YouTube! С вами TheHedge и вы смотрите третью серию обзора модификации Mariculture. В прошлый раз мы с вами рассмотрели, собственно, жизнь подводную, что можно делать под водой, каким образом это делать удобнее. Я, собственно, себе здесь даже немножко еще поставил наших рыбацких сетей, но, к сожалению, в них пока так ничего не попалось. В этой серии, тем не менее, мы с вами будем говорить о том, каким образом рыбу, как сказать, разводить, каким образом из нее получать полезные предметы. И поговорим еще о некоторых машинах, которых мы с вами до сих пор не поговорили. Итак, давайте начнем. Во-первых, нам нужен предмет названия Fish Feeder. Делается вот таким вот образом. Нам нужно две вылованных рыбки, сундук и уикер. Уикер я вам в прошлой части рассказывал, как делается. Собственно, этот самый Fish Feeder нам нужно поместить в воду. Чем больше вокруг нашего Fish Feeder воды, тем все больше и больше видов рыб смогут в нем размножаться. Фактически это такой, как сказать, кормушка для рыб, что-то вроде улья для пчел из Forestry. Для того, чтобы эта штука у нас заработала, нам нужно некоторое количество вещей. Во-первых, нам нужна сама по себе рыбка. Более того, нам нужны две рыбки разного пола. То есть вот вы видите в Tooltip в названии рыбки значки, соответственно, стрелочка или плюсик. Так, давайте возьмем, скажем, вот этих вот скатов электрических. Они сейчас у нас здесь не могут работать по той простой причине, что им нужна соленая вода. У нас здесь с вами вода пресная. Для того, чтобы сделать соленую воду, нам нужен Saltifier, как-то так он называется. Salinator Upgrade. Делается таким вот образом. Нам нужен алюминий и Basic Impurity Upgrade. Basic Impurity Upgrade делается из всяких разных нехороших предметов из Незера. Давайте возьмем эту штуку и поставим ее в машину. Ой, немножко лагануло. Так, теперь им нужна кормежка. Им нужен корм. Каким образом взять корм? Мы можем с вами либо взять, ну, допустим, тех же самых муравьев, без разницы, любой вид наживки, который мы с вами получаем при помощи сита, и поместить... Ух, я бы, оказывается, слишком высоко поставил. Ну, ладно, не страшно. Поместить его вот сюда. Собственно, этот блок не требует энергии, поэтому он будет работать сам по себе. Либо мы можем эту же самую еду просто-напросто кидать рядышком, и она будет попадать вовнутрь нашего фишфидера. Вот, как мы видим, она исчезает из мира и попадает прямо в этот самый аквариум. Наши с вами рыбки здесь будут вести здоровый образ жизни, будут вырабатывать какие-то продукты и, в конце концов, умрут, оставляя после себя потомство в виде икры. Я вот здесь себе на тестовой территории уже сделал такую штуку. У меня есть размножаются какие-то рыбки. И вот, собственно, они нам производят дроплеты. В данном случае у меня рыба под названием Perch. Я не знаю, что это по-русски. И, собственно, она производит вот эти вот штуки. Зачем они нам нужны? Во-первых, при помощи них мы можем сделать механизированную губку. Или, если мы их засунем в нашу с вами плавильню, мы сможем получить воду. Совершенно ненужный, на самом деле, материал. Ну, так уж получилось, что они вырабатывают именно воду. На самом деле, я был уверен, что они уже здесь умерли, но, к сожалению, нет. Ну, ладно, неважно. В наш фишфидер возможно запихать еще часть апгрейдов, которые, в принципе, в остальных машинах у нас с вами не работают. Во-первых, как бы, вот этот вот самый соленатор. Есть также апгрейд, который делает воду из соленой, и, наоборот, пресной. Если мы попробуем его найти, где-то у нас он здесь. Фильтратор. Это, собственно, как раз тот апгрейд, который делает из соленой воды пресную. Делается он вот таким вот образом. Нам нужна синяя жемчужина. Нам нужен Basic Purity Upgrade. Такая вот штуковина. Кроме того, как раз вот те вот самые апгрейды, которые Purity и Impurity, здесь тоже вполне себе работают. Purity Upgrade нам позволяет нашим рыбкам жить дольше и работать дольше. Impurity заставляет наших рыбок, наоборот, умирать быстрее. Нужно это для того, если вы, допустим, хотите сделать себе какой-то новый вид рыбки из двух существующих. То есть, точно так же, как и пчел, мы сюда можем класть не один вид, а разные. Они могут мутировать, и в итоге из них может получиться новый вид. Если мы нажмем клавишу U в NEI, мы увидим, с чем у нас возможно произвести мутацию, и что мы получим в итоге. Например, если мы вот такого вот ската и вот такого ската совместим, мы можем в итоге получить с 10% шансом электрического нашего ската. Вот так вот это, собственно, работает. Более того, у каждой рыбки есть три параметра. Это ее уровень, как сказать, продолжительность жизни, ее плодовитость и ее продуктивность. Lifespan, fertility и productivity, соответственно. У них есть несколько тоже градаций, несколько уровней. Но я думаю, что какие уровни за что отвечают, вы сможете разобраться уже самостоятельно, если, конечно, будете когда-нибудь заниматься разведением рыбок. А пока что давайте я вам расскажу еще о двух апгрейдах. Один называется Eternal Life для мужчины и Eternal Life для женщины. Ну как, для рыбы-мальчика и рыбы-девочки. Делаются они очень дорого. Для того, чтобы их сделать, нам нужно яйцо дракона из эндера. При всем при этом, как бы, допустим, Eternal Life апгрейд для мальчика позволяет нашей мужской особи не умирать никогда. Она будет постоянно производить всякие разные предметы. То, что она, собственно, может производить. Если мы возьмем Eternal апгрейд для девочки, то, собственно, наша с вами самочка тоже не будет никогда умирать. Она будет жить вечно и при всем при этом производить икру. Вот, в принципе, такие два апгрейда. Делается, собственно, апгрейд для девочки тоже при помощи драконьего яйца. Поэтому, если у вас нету мода, который позволяет размножать яйца эндер дракона, то у вас получится за всю игру сделать только один такой апгрейд. Что грустно. Ну, собственно, вот. Таким вот образом у нас работает разведение рыбок. Дальше. Есть у нас в этой модификации, допустим, та же самая, если уж мы начали о ней говорить и где-то ее видели, механизированная губка. Вот этого штука. Механизм спонж. Делается вот таким вот образом. Любая рыбка, алюминий, два water dropletа, две губки, где найти губки я вам в прошлой серии рассказывал, и iron construction block. Давайте возьмем эту штуку. Возьмем себе energy cell. И, собственно, нам нужна еще сама по себе губка. В количестве раз, два, три, четыре, пять. А, мы в креативе, ладно, без разницы. Зачем она нужна? Допустим, есть у нас с вами, ну, вот здесь вода, а мы хотим от нее избавиться. Мы ставим сюда губку. Под нее ставим энергию. И, собственно, размечаем при помощи наших обычных губок расстояние, которое нужно очистить. Вот таким вот образом это делаем. И можем задать еще себе, собственно, высоту. Как только мы это сделали, нам нужно дать сюда redstone сигнал. Допустим, при помощи нашего рычага. И, по идее, наша с вами губка должна начать работать. Не понял, у нее нет redstone флагса. Как же так? Возможно, в этой версии она тоже не работает. Очень неудачная версия у меня получилась для обзора. Ну, да ладно. В общем, по сути, вот таким вот образом мы сможем с вами, как сказать, убирать излишки воды, которые нам не нужны. Если мы попробуем поставить еще одну губку сюда, возможно, так она заработает. Так, энергия пошла, но она все ничего не делает. Странно. А если мы, собственно, попробуем ей еще положить губку вниз? Вот так, допустим. Нет, не работает. Ну, по идее, вот это вот... Ага. Так. Что-то у нас произошло с вами. У нас исчезли все губки. И... И все. Ладно. Давайте попробуем немножко по-другому. Возможно, в этой версии она работает, но просто немножко изменилась механика. Давайте ее поставим вниз под воду. И, соответственно, поставим губку здесь. Губку здесь. Губку здесь. И губку где-нибудь вот здесь. Что ты скажешь теперь? А, собственно, еще да. Нужна губка сверху. Ай. Прям засасывает туда. Допустим, вот так сделаем. И нужно ей дать питание. Давайте сбоку. Нет, сбоку, наверное, неправильно. Давайте снизу. Поставим питание. И... Вот энергия сейчас у нее есть. Ладно, Redstone сигнал. Да, работает все-таки. Вот, собственно, она очистила нам территорию. При всем при этом водичка опять сюда успешно натекла. Но, собственно, чего есть следовало ожидать. Вот таким вот образом работает наша механизированная губка. И продолжаем наш разговор. Этот мод добавляет совершенно замечательную вещь под названием моторная лодка или Speedboat. Делается она вот таким вот образом. Если, кстати, вы смотрите мой летсплей по Magic Farm 2, вы уже видели, как я делал такую штуку. Это совершенно потрясающие устройства. Во-первых, эта лодка быстрее, чем ванила. Не слишком, но все-таки быстрее. Во-вторых, в чем самая большая ее прелесть, она не разбивается о препятствия. В отличие от деревянной лодки, которую мы с вами получаем в стандартном Майнкрафте. То есть мы можем на полном ходу куда-нибудь врезаться в берег, и нам за это, что называется, ничего не будет. Чтобы выйти, естественно, левый шифт. Все как обычно. Такая вот замечательная лодочка. И следующее устройство. На самом деле, я очень-очень-очень хотел вам показать все то, что это устройство может делать. Но, к сожалению, показать у меня все это не получится, потому что не работает смена режимов этого устройства. Устройство называется Flood. Делается совершенно страшным образом. Нам требуется золотой пластик. Золотой пластик – это, собственно, твердый пластик, засунутый в ванночке в золото расплавленное. И аж 5 минут 300 секунд оно будет переделываться в этот пластик. Кроме того, нам для него нужно Scuba Tank. Как вы в прошлой серии помните, как его делать, я надеюсь. Нам нужен прозрачный пластик, который делается таким вот образом. Нам нужна пластиковая линза, которая делается из неоприна и прозрачного пластика. Но, что самое важное, нам нужен Life Core. Life Core – это совершенно страшный предмет. Он требует, во-первых, наличия Hard Canister. Это, собственно, дополнительное сердечко из Tinkers Construct. На самом деле, если у нас не будет установлен Tinkers Construct, я не знаю, что за предмет сюда пойдет. Как делать такую штуку, я думаю, вы тоже знаете. Особенно, если смотримые Let's Play. То есть, очень страшная такая штуковина, штукенция. Вот, нам требуются различные цветочки, нам требуются различные овощи. И нам требуются две рыбки или две наживки, чтобы получить Life Core. Но зато, как только мы с вами сделаем такую штуку, будет нам с вами счастье. Это, на самом деле, первый предмет во всем Майнкрафте, во всех модах, которые я когда-либо видел, который работает в двух режимах. Во-первых, он работает как блок, то есть мы его можем поставить в мир. А во-вторых, мы его можем надеть себе на спину, как ранец. И будем с вами вот так вот странно выглядеть. По идее, для того, чтобы переключить режим работы этой штукенции, нам нужно зажать клавиши Y или Y и V. Но при всем при этом, ничего кроме Rocket Mode я с него получить, к сожалению, не могу. Поэтому расскажу вам только о нем. Rocket Mode позволяет нам с вами при активации этого самого устройства, клавишей V, летать. Таким вот образом. Типа джетпака из Industrial Craft. По идее, у него есть еще три режима. Один из них позволяет нам быстро бегать, другой позволяет высоко прыгать. И третий позволяет при помощи струи воды, собственно, разрушать, как сказать, поверхность. То есть копать можно. Или убивать всяких наших врагов. Но, к сожалению, я не могу, как я уже говорил. О, у меня получилось переключиться в Turbo Mode. Турборежим. Что же он нам даст? Он нам даст бег. Очень-очень быстрый бег. Уи-и-и. Клево. Может быть, у меня получится еще раз. Squirt Mode. Это, собственно, режим шланга. То есть мы с вами можем как раз поливать. Ой. Вот это да. Так, понятно. Как у меня это получилось? Не с первого раза получается. И не на все режимы переключается. Да, видимо, есть у нас D-Sync Turbo режим. Мы можем с вами высоко прыгать. И, пожалуйста, как сказать, озаботьтесь тем, чтобы вы при падении на землю случайно не сломали себе ноги и все на свете. Потому что прыгаем-то мы высоко, но на уровень падения это не действует. Уи-и. Отлично. Ну, вот. Не получилось показать вам только Squirt Mode. Может быть, получится. Squirt. Нет. Не работает. Хоть вы что делаете, не работает. Ну, ладно. По идее, вот этот вот режим как раз позволяет нам при помощи струи воды разрушать территорию и убивать наших врагов. Ну, не суть. Это, собственно, каким образом эта штука работает, пока она на нас надета. Если она стоит в мире, то при помощи Redstone сигнала она будет выдавать струю воды. Мы можем при помощи различных апгрейдов, например, если мы сюда поставим Hyperkinetic, здесь ничего не делает, Storage здесь ничего не делает. Допустим, мы сюда поставим Cooling Upgrade. При всем при этом, нашу вот эту штуковину, если мы возьмем, скажем себе, какую-нибудь, ну, корову давайте возьмем. И куда-нибудь сюда вот ее поместим. И включим Redstone сигнал. То наша корова, по идее, должна замораживаться. Но, похоже, то тоже это не происходит. Ладно, давайте попробуем Тарахидин Upgrade. И уберем Cooling. Таким образом, все, как сказать, враги, которые будут в зоне действия, должны умирать от огня. Ну, хотя, в принципе, оно и так не кисло долбит по нашим с вами коровам. Кроме того, допустим, если мы отсюда уберем всякие вещи, то, как вы можете догадаться, просто брошенная сюда вещь также будет этой водой снесена. То есть, в принципе, при помощи этой штуковины мы можем с вами эти вещи перемещать. Если мы сюда положим Serial Upgrade, который, кстати, делается вот таким вот образом. Очень странный апгрейд. Он почти ничего не делает в остальных машинах, кроме вот этого самого флада. И поставим его сюда. То вместо того, чтобы наши предметы отталкивать, давайте себе возьмем песочек, у нас наш с вами флад будет этот самый предмет притягивать к себе. Таким вот образом это работает. И, собственно, теперь вопрос. Откуда берется вот эта вот жидкость? Во-первых, она должна быть исключительно сжатая, то есть pressured. Каким образом его заправить? Во-первых, мы можем его положить в левый слот нашей цистерны с сжатой водой. Таким вот образом. Но он у нас заполнен, поэтому это не очень интересно. Давайте выйдем из креатива. Заберем отсюда. Давайте возьмем себе какую-нибудь, не знаю, пикакс. Алмазный. Заберем его отсюда. Вот в этом 19 930 единиц воды. Мы можем его поставить просто рядышком с нашим pressured vessel, с нашей цистерной. И, собственно, он время от времени будет отсюда получать воду. Если, конечно, опять же это работает. Похоже, это опять не работает. Да, Джоши говорил, что у него сейчас проблемы с автовыбросом жидкости. Поэтому, видимо, сейчас единственный способ просто положить его вовнутрь. Ну, тем не менее. Вот такая вот интересная штуковина. Ну да ладно. Сейчас я вам, собственно, расскажу о последнем аспекте модификации Mariculture. Собственно, ради чего вообще имеет смысл с ней играть. Потому что все вот эти вот замечательные предметы, конечно, хорошо. Пожалуй, за исключением водной турбины, которая нам позволяет фактически бесплатно производить Redstone Flags. Но они, как бы это сказать, не сильно нам помогают жить в Майнкрафте. То есть, да, все хорошо. Мы можем с вами немножко плавить под водой. Мы можем с вами, опять же, да, дышать. Мы можем с вами ловить рыбку. Мы можем ее даже каким-то образом выводить и скрещивать, и разводить. Но при всем при этом есть в этом моде кое-что особенное. Если мы возьмем себе книжку под названием Seawitch Guide. И почитаем ее. Мы увидим новые энчанты. Энчантов много. Достаточно. Не буду даже пытаться представить, сколько. В районе, там, не знаю, 12-15 их существует. Но в чем их особенность? Они не позволяют наноситься на обычную броню или на обычное, там, оружие. Мод Mariculture добавляет три своих собственных предмета. Это, собственно, кольца. Это ожерелье. И это браслеты. Собственно, вот они всякие разные. Зачем нам нужны, собственно, эти предметы и как их получить? В принципе, их внешний вид исключительно имеет эстетическую составляющую. То есть, без разницы, у нас там будет с вами кольцо из желтой жемчужины или из черной жемчужины. По факту, это будет для Майнкрафта одно и то же кольцо. Но имеет значение, при помощи какого металла мы это кольцо сделаем. Мы можем кольца делать из железа. Либо мы можем делать кольца из золота. Таким вот образом. Мы получаем такое кольчко. Давайте с вами возьмем какую-нибудь жемчужину и, допустим, золото. Золото, золото, золото. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. И жемчужину. Это без разницы. Оранжевую возьмем. Где-то у нас здесь был верстак. Вот верстак. Сделаем здесь этот рецепт. И получим необработанное кольцо. Золотое. Обработать кольцо нам придется с вами на нашей наковальне. Давайте вернем себе. Не брек, а black smith. Наш молоточек. Кладем кольцо сюда. И начинаем по нему долбить молотком. Долбим долго. В зависимости от того, какие мы материалы использовали, долбить придется больше или меньше. И, собственно, что это вообще за тип. То есть вот само по себе кольцо. Это предмет, у которого самое маленькое количество прочности имеется. Сначала идет кольцо. Потом идет браслет. Потом идет ожерелье. Вот у нас с вами получилось кольцо. Зачем оно нам нужно? Для того, чтобы его хоть как-то использовать, нам нужно себе сделать зеркало. Зеркало бывает трех видов. Бывает обычное зеркало. Делается весьма просто. Алюминий, железо и glass pane. Давайте его возьмем в руку и откроем. У этого зеркала есть ровно 16 раз мы его можем использовать. Каждое открытие инвентаря зеркала убирает у него по одному разу. После 16 раза зеркало исчезнет. Но зачем оно нужно? Фактически это такой портативный столик зачарования. То есть мы можем сюда, допустим, положить какую-нибудь, ну не знаю, лопату что ли давайте. Какую-нибудь железную лопату мы можем ее сюда положить. И, собственно, если у нас есть уровни, мы можем ее зачаровать. Единственное что, обычное зеркало нам позволяет чаровать до пятого уровня включительно. Но, что самое главное, при помощи любого зеркала мы можем с вами зачаровать, во-первых, предмет из Mariculture, допустим, кольцо. Но давайте, наверное, войдем в Creative, для того, чтобы у нас получилось это сделать. Кладем сюда кольцо, чаруем его пятым уровнем и получаем Step Up. Отличное, на самом деле, энчант, отличное зачарование, которое нам позволяет забираться на полблока выше. Каким образом это кольцо надеть? Открываем зеркало и кладем кольцо вот сюда. Как только мы это сделали, мы его надели с вами. Каким образом узнать? Вот, собственно, мы видим то, что я, не прыгая, забираюсь на один блок выше. Каждый раз, когда я использую какой-то эффект зачарования от предметов из Mariculture, у них, собственно, тратится их durability. В Step Up это не работает. Странно. По идее, должно. По идее, наше кольцо с вами должно постепенно, так сказать, портиться, разрушаться. У него должен появиться Damage Bar, то есть повозка повреждения, и оно должно со временем исчезать. Ну, неважно. Не исчезает, значит, возможно, что-то поменялось, возможно, опять же, не работает. Как я уже говорил, вот это вот обычное зеркало, оно позволяет нам чаровать только до пятого уровня. Но есть, собственно, два других зеркала. Второе называется Magic Mirror. Делается вот таким вот образом. Нам нужны четыре любых жемчужины, нам нужен столик для зачарования, нам нужно обычное зеркало, и нам нужны три блока под названием Storage Bookshelf. Storage Bookshelf это также блок, который был добавлен в Mariculture, делается вот таким вот образом. Давайте, кстати, я его возьму. Что бы вам продемонстрировать? Мы его можем поставить в мир. Он выглядит, как обычная полка с книгами, но при всем при этом у него есть инвентарь. То есть такой получается маленький сундук на девять ячеек. Кроме того, он, естественно, работает как обычный Bookshelf, если вы его используете в качестве, как сказать, окружения для стола зачарований. То есть вы можете использовать вот эти вот Bookshelf вместо обычных для того, чтобы поставить, для того, чтобы дать возможность того зачарования работать с предметами до 30 уровня, включительно. Ну, неважно. Мы с вами говорили о зеркале. Итак, давайте возьмем такое зеркало и представим, что мы его сделали. В чем его привесть? Во-первых, у него нету ограниченного количества использований. То есть мы его можем открывать сколько угодно количество раз, вообще любое, сколько нам заблагорассудится. И при всем при этом, если мы зажмем клавишу Shift и нажмем правую кнопочку мышки, мы можем изменять уровни, которые позволят этому зеркалу чаровать предметы. То есть они меняются по три. Мы видим в Tooltip, в его названии, о том, что сейчас у него написано Magic Mirror 3. Если мы так сделаем, положим сюда лопату, мы увидим то, что мы можем чаровать уровень 1, 2 и 3. Если мы выйдем и зажмем клавишу Shift, сделаем циферку 6, положим сюда лопату. Мы увидим то, что мы можем чаровать уровнем 4, 5 и 6. Все логично, все просто. Давайте доведем до уровня 30. И, собственно, теперь мы можем... Куда-то я делал свою лопату случайно. Возьмем еще одну. Теперь мы можем чаровать предмет до уровня 30 включительно. Silk Touch и Unbreaking. Неплохо. Работает, как обычный столик зачарования, берет ваши уровни и, собственно, переводит их в зачарования для предметов. Давайте возьмем с вами какое-нибудь ожерелье, допустим. Ну, без разницы. Давайте возьмем ожерелье, которое сделано... Кстати, ожерелье могут делаться из двух предметов. Точно так же, как кольца могут делаться из железа или золота. Ожерелье могут делаться из обычной шерсти и из золотой шерсти. Что такое золотая шерсть? Это три золотых нитки и две отполированных палочки. Золотая нитка делается вот таким вот образом. Нам нужно обычную нитку засунуть в ванночку, в которой налито распавленное золото в количестве четырех инготов. В течение пяти секунд у нас получится золотая нитка. И давайте возьмем... Наверное, вот... А, ну и, собственно, да. Да, показал. Вот, взяли это ожерелье, сюда положили, зачаровали его на 30 уровень, получили Lip Frog 4 и Inferno 2. Что такое Lip Frog? Есть у нас в этой модификации возможность прыгать высоко, зажав клавишу активации. Уи-и-и! Смотрите, какой я прыгучий. То есть вот так я просто прыгаю, а вот так я зажал кнопку активации, по умолчанию это левый control, и зажал пробел. И теперь я использую Lip Frog. Что такое Inferno? Inferno нам с вами позволяет на втором уровне... Кажется, у нас был второй уровень. Да. Позволяет нам при помощи правой кнопкой мышки и пустой руки зажигать животных. Ну и не только животных, врагов, естественно, тоже. Более того, если бы у нас с вами был, скажем, Inferno уровня 3, мы смогли бы с вами не гореть в огне, в принципе. Такая вот удобная штукенция. Вот. Ну и, собственно, третий вариант. Это браслет. Третий предмет. Делается он при помощи также обычной нитки или золотой нитки. Вот такие вот рецепты у него есть. Давайте возьмем какой-нибудь красненький. Возьмем наше зеркало и поместим его сюда. Зачаруем на 30 уровень, получим Step Up 3, Inferno 2 и Poison Ivy. Poison Ivy позволяет нам при помощи, опять же, правой кнопкой мышки... Нет, видимо, левой. Все-таки правой здесь не работает. Заставлять наших с вами врагов травиться потихоньку. Вот наша корова не только горит, но она еще и отравлена только что была. И кроме того, учитывая то, что у нас уровень 3, мы сейчас с вами полностью иммунны ко всем ядам. То есть сам по себе яд нам повреждение наносить будет, но как только мы из этого яда выйдем... То есть, допустим, если у нас какая-нибудь лужа с ядом, мы там с вами искупались, вышли оттуда, и, собственно, на нас действие яда прекратилось сразу же. Естественно, если нас какой-нибудь там ядовитый паучок укусит, то действие яда также прекратится сразу же. То есть повреждение он нам будет наносить только до тех пор, пока яд на нас непосредственно действует. Как только мы из зоны действия яда ушли, он прекращает работать. Вот такая вот удобная штука. Ну и, собственно, третье зеркало, которое у нас есть, называется Celestial Mirror. Делается весьма-весьма недешево. Нам, во-первых, требуется магическое зеркало, во-вторых, нам нужна Nether Star. То есть нам придется с вами сразиться с иссушителем для того, чтобы получить такое зеркальце. И, кроме того, нам нужен Magic Droplet, который делается исключительно из рыбки-клоуна. Вот она, собственно, может его сделать. Что нам дает такое вот зеркало? Во-первых, мы точно так же можем здесь снимать, естественно, и надевать на себя всякие украшения. И при помощи зажатого клавиши Shift и правым кликом мышки мы можем себе изменять уровень зачарования до 60. 60-й уровень зачарования — это весело. Давайте возьмем себе какую-нибудь кирку. Алмазную, допустим. Поместим ее сюда и зачаруем ее на 60-й уровень. Мы получили Efficiency 5, Unbreaking 3 и Silk Touch 1. Отличная кирка, я считаю. Но при всем при этом мы, естественно, можем здесь же зачаровывать и всякие кольца. И прочие предметы из Mariculture. Также на 60-й уровень. Зачем нам нужен 60-й уровень? Частичная часть, точнее, наших зачарований мы можем получить только до уровней от 50 до 60. Поэтому, допустим, сейчас мы с вами получили энчант под названием Ёжик Соник. Соник за Хэдшхок. Уровня 5. Зачем он нужен? Он нужен за тем, чтобы быстро бегать. Причем я имею в виду быстро бегать. У нас сейчас 5-й уровень. И мы с вами бегаем быстро. Совсем быстро. Более того, все энчанты из наших с вами украшений, из колец, из браслетов и из ожерелья, они дополняют друг друга. То есть, допустим, мы можем получить себе кольцо с уровнем Соник за Хэдшхок 5. Мы можем получить себе браслет с уровнем Соник за Хэдшхок 5. И, собственно, мы можем получить себе ожерелье с энчантом Соник за Хэдшхок 5. Таким образом, у нас с вами будет 15 уровней Соник за Хэдшхок. И я себе даже боюсь представить, с какой мы скоростью будем носиться по Майнкрафту. Скорее всего, сервер нас даже выкинет при всем при этом. Такие вот забавные энчанты у нас появились. Кроме того, у нас здесь есть энчант Ресторейшн 3. Тоже совершенно замечательный энчант. Он позволяет этому предмету чинить все наши, как сказать, сломанные инструменты постепенно, которые находятся у нас в инвентаре, которые надеты на нас или находятся у нас в хот-баре. Первый уровень позволяет чинить только то, что у нас в руках, только то, что мы с вами держим. Например, вот так. Ну, собственно, она бы чинилась. Второй уровень позволяет чинить то, что мы держим и то, что у нас находится в хот-баре. А третий уровень позволяет чинить то, что мы держим, то, что у нас находится в хот-баре и то, что у нас надето. Она сейчас ничего не надета, поэтому он, естественно, не работает. Вот, собственно, такой вот весьма забавный энчант. И, собственно, третий энчант называется One Up, то есть одна жизнь уровня 3. Что она позволяет делать? Она позволяет нам с вами лечиться. То есть, если, допустим, я сделаю вот так, а теперь попробую себя немножко покоцать. У меня не получается себя коцать. Вот, покоцали. Вы видите то, что у меня, собственно, здоровье достаточно быстро восстанавливается. Это как раз из-за того, что у нас с вами активен энчант One Up. Такие вот забавные энчанты нам предоставляет модификация Мэри Калча. Но при всем при этом я, пожалуй, рассказал вам, наверное, обо всем, что эта модификация может вам предложить. Так что с ней поиграйте, пожалуйста. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно задавайте в комментариях. Постараюсь вам ответить на них, на все. Ну, если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь. А мы с вами увидимся в следующий раз. И до новых встреч. Счастливо!